Сегодня, уважаемые телезрители, во всяком случае, тем, кто присоединился только что, я объясню, мы будем говорить про бесплатную стоматологию. Стоматологию по полису ОМС. Оказывается, такая еще существует. И кое-что бесплатно нам должны делать, и это кое-что на самом деле исчисляется совсем не одним пунктом, а в общем пунктов довольно много. Я вам представляю своего гостя. Это Антон Юрьевич Бахлыков, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края. Здравствуйте. Добрый вечер. Прошлый наш разговор выявил такой, знаете, большой интерес у людей к бесплатной медицине, что же все-таки нам положено по ОМС. И вот по поводу стоматологии, просто шквал звонков, обращений, и люди часто говорят, что, ну, конечно, бесплатно можно прийти, записаться, и тебе поставят чуть ли не пломбу, которая делалась 20-30 лет назад, а на самом деле хорошую пломбу только за деньги. А сегодня это исчисляется не просто 500 рублями, а тысячами, двумя, тремя, четырьмя. Ну, мы платим за здоровье зубев Пермяков в год порядка миллиард 300 рублей. И более того, вот с времени эфира и вообще за этот период, за последние полгода, спасибо стоматологическому сообществу, проведена большая работа. Мы перешли уже вот с октября на новые способы оплаты, так называемый законченный случай. Появились всем понятные тарифы кариеса, пульпита, передонтита. И действительно можно спокойно сказать, во-первых, ну и ранее, порядки наши никогда не говорили, вот это плохой материал, вот это хороший. То есть есть перечень материалов, изделий, там никогда не было нормы отечественной. Вот подождите, вот очень мне понравилась эта фраза вами оброненная, законченный случай. Что это такое? Понимаете, то есть вы пришли с проблемой, то есть зуб номер такой, то у него есть либо пульпит, допустим, передонтит, другое заболевание. И нам как системе интересно, что у вас есть случай заболевания, вы нашли застрахованный. А учреждение, работающее с теми ОМС, должно решить данную проблему. Не просто вскрыть и сказать, ой-ой-ой, все остальное дорого и через дорогу. То есть это уже не ОМС, это не случай. То есть вы должны расстаться с лечим врачом с завершенной, решенной проблемой. То есть если я прихожу, а у меня пульпит, коренной зуб, где нужно чистить 2, 3, 4 канала. Сколько есть? Сколько надо? Это на самом деле и работа очень дорогостоящая. То есть у меня недавно коллега сходила к стоматологу, оставила 10,5 тысяч за один зуб и пришла в некотором недоумении, что это очень-очень дорого. На самом деле расписано все вплоть до чтения рентгенограммы. 90 рублей меня поразило. Что ж, можно сделать рентгенограмму и ее не прочитать, что ли? Ну так, то есть платная помощь, она всегда была, есть и будет. И я, как уже говорил в тот раз, вот с этого момента, с момента диалога, осмотра, в принципе, принимается решение, либо это помощь платная, либо бесплатная. Если эта помощь по программе ОМС, она в принципе бесплатная и софинансирование при ней быть не может. В структуру тарифа включена и анестезия, что вполне естественно. Все виды материала, в том числе работа в каналах. Стоп, отсюда подробнее. Очень часто, я сама лично была на таком приеме, когда мне говорили, вам что ставить? На вокаин или, значит, более хорошее обезболивающее, которое стоит столько-то? Конечно, человек, который сидит с выпученными от боли глазами, выбирает то, что действительно отрубит все ощущения. Было, было. К сожалению, более того, мы на сайтах даже стационарных учреждений города Перми видим объявление в разделе платных услуг, что пролонгирована анестезия, анестезия платная. То есть выбор анестезии – это выбор врача. Анестезия должна быть адекватной с учетом возраста, состояния пациента и характера вмешательства. Она в любом случае должна быть адекватной и обеспечить обезболивание. То есть борьба с болью – это самое святое для любого врача. И я еще раз подчеркиваю, то есть анестезии платной в природе, в системе УМС не было и быть не может, и это бесплатно. Я бы хотела уточнить. Это незаконно, если вам предлагают в рамках системы заплатить за уколчик, за обезболивание – это незаконно. Готовы защищать вас везде. Уточнить. Вы говорите, что это должно быть адекватное обезболивание, и это решает врач. Но ведь, собственно, боль испытывает конкретно пациент, а не врач. Если пациент говорит, я не могу, у меня очень чувствительность высокая. В том числе. То есть нет, конечно, есть объективный, субъективный. В том числе. Никто не отменял психологический статус пациента, возраст и так далее. То есть кто-то нуждается и в общей анестезии. И, соответственно, должна быть применена общая анестезия данного пациента. Так, хорошо. С анестезией мы более или менее разобрались. То есть, в принципе, вам не должны предлагать докладить за обезболивание. Если вам больно, доктор должен, значит, какой-то там еще поставить укольчик. Цена даже вот эта, то есть она находится в пределах 40-45 рублей вот самого препарата, в том числе в готовом шприце. И она включена в структуры тарифа, конечно. Так, теперь мы идем о таких простых вещах, будем говорить, как пломбы. Опять же, приходишь, тебе говорят, вот эта пломба отечественная, которая у вас простоит, ну дай бог, там месяц-другой, а гарантию мы вам даем на полгода, простоит. Неизвестно как, но вот если вы выберете вот эту, светоотверждающую, какие уж там, я не знаю, как они правильно называются. Ну, фотополимер, да. Да, вот это стоит дороже. То есть, когда ты приходишь бесплатно по ОМС, тебе могут предложить на выбор? Ну вот попроще что-то или подороже? Самое интересное, что вот есть два документа, которые формируют перечень, скажем так, имплантируемых изделий, применяемых лекарствами, утвержденные Российской Федерацией, ну а стандарты Министерства здравоохранения, там нет понятия хороших, плохих, платных, бесплатных. То есть, есть порядок, как лечить. А платно-бесплатно, это решается нашим с вами отношением к правам в этом государстве. То есть, если мы, граждане, на этой стороне имеем право, соответственно, ни у кого нет права лечить нас плохо. Я уж не говорю о том, что ничего бесплатного сейчас и не существует. ОМС – это не бесплатно. Это не бесплатно. Это 25 миллиардов рублей в год, как минимум, и я еще раз подчеркиваю, миллиард 300, миллиард 400 стоматологий. То есть, мы, как работающие граждане, платим налоги, эти налоги идут и на ОМС в том числе. И то есть, в принципе, мы можем совершенно спокойно сказать, как в американских фильмах, я заплатил налоги. Да, я заплатил налоги. И, соответственно, и учреждения, работающие в системе, они тоже должны быть честны. То есть, если они заходят в систему, они готовы работать по этим правилам и условиям. Если нет, говорят, нет, мы не готовы работать бесплатно, мы оказываем платную помощь, у нас свой круг клиентов. И это тоже честное решение. Согласитесь. Ну, тут вопросов нет. То есть, человек должен идти с открытыми глазами либо по ОМС, да, либо к платному доктору, либо под ОМС. Но это уже его личный выбор. И вот несколько обращений есть. Люди, к сожалению, не написали, в какую конкретно клинику они обращались. Человек с острой зубной болью обратился на запись. Его послали только через три дня. Записали, сказали, что с острой болью три дня можно, оказывается, проходить. Что для меня потрясение. А дальше позвонили и сказали, что доктор, увы и ах, заболел и не сможет вас принять. Либо переписывайтесь, либо милости просим к платному доктору. Насколько в данном случае, вот когда человек испытывает острую боль, ему могут отказать? И насколько его могут, ну, скажем так, отнести его запись на сколько дней? Ну, стоматология точно такая же отрасль медицины, как все остальное. Работают общие принципы неотложной помощи и плановой медицинской помощи. Так же, как при любой другой боли, стоматологическая боль должна, должны работать, обеспеченная круглосуточная помощь при острой боли. То есть неотложная медицинская помощь при заболевании, в том числе полости рта, точно такая же еще раз подчеркиваю. То есть если это неотложное острое состояние, а более того, когда перенесение сроков оказания помощи создает риски или еще того хуже, действительно осложняя течение заболевания, то это причине вреда здоровью у нас с вами. Поэтому под тем же каноном это работает, как и любая терапия. То есть это уже довольно серьезно. Конечно. И более того, у нас предусматривается стоматологическая помощь и на дому маломобильным группам населения, тем же инвалидам, есть передвижные установки. И 2-4 часа острая неотложная помощь должна быть людям обеспечена. Ну вот сейчас наверняка люди сидят у экранов и говорят, как интересно они рассказывают о каких-то сказочных невозможных вещах, которые должны быть, но их не существует. Но только что вы сказали, что была проведена работа с сотрудниками стоматологических клиник, и она дала такой хороший результат. А какой результат? Смотрите, скажем так, созданы все условия для учета и оплаты медицинской помощи по общепризнанным и принятым условиям, что в российских, что в Пермском крае. То есть мы готовы и мы работаем, как говорится, с честными учреждениями, которые будут честны по отношению к пациентам. И мы, собственно, как пациентское сообщество и мы, как экспертное сообщество, в интересах пациентов должны вместе пройти этот путь, отстоять права пациента, и чтобы в системе с двух сторон остались те люди, которые готовы работать и оказывать эту бесплатную медицинскую помощь. Антон Юрьевич, тогда давайте какой-то алгоритм действий дадим людям, чтобы они понимали, во-первых, что они могут требовать, и что же им делать, если их права, как они считают, нарушены. Я скажу очень просто. Значит, детскому населению положены все виды стоматологической помощи, включая врожденные аномалии развития челюстной области. То есть включаются системы корригирующие, там вплоть до брекет системы до 18 лет. Взрослому населению опять-таки вся помощь стоматологическая, включая, естественно, ортодонтию, кроме протезирования. То есть это нормы, как бы законы, протезирования у нас системы не предусмотрены. Соответственно, заболевания полости рта, в том числе и твердой ткани зуба, они бесплатно гарантируются. И протезирование? И чистка зубов от камня? В том числе, да, конечно. То есть это не просто косметическая процедура? Это нормальная процедура, на которую человек может рассчитывать? Абсолютно. И это входит, естественно, в процедуры, у детей и взрослых входит и обучение навыкам гигиены, и школа здоровья. Все это входит в систему. То есть сформировать правильное поведение, обеспечивающее здоровье. И, в первую очередь, профилактическую работу. Спасибо большое, Антон Юрьевич. Напоминаю нашим телезрителям. У нас в гостях был Антон Юрьевич Бахлыков, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края. А мы вас будем еще звать. Потому что у нас много вопросов. Спасибо. Спасибо вам огромное.